Это тема для директоров по активам и для тех, кто хочет ими стать. Я бы так сказал. Дмитрий. Я и согласен с вами, нет. Плох тот рядовой, кто не хочет стать генералом. Это курс для всех, кому не безразлична судьба компании и у кого есть или хочет увидеть как бы общее представление или тот взгляд, которыми топ-менеджмент смотрит на управление как раз активами и финансовыми, и в том числе не финансовыми активами. Ну вот как сказали, целевая аудитория, конечно, да. Это директор по управлению активами, это главный инженер или технический директор, в каждой компании по-разному называется. Это главные специалисты УГ и МОГ, метрологи-прибористы, архитекторы. Это как раз руководители в области той же трансформации, реинжиниринга или управления активами. Инженеры по планированию, надежности, диагностики, сюда же и НСЕ. Обязательно это руководители, менеджеры по управлению рисками, вот так как здесь интегрирован этот процесс. И весь процесс управления стратегическим планом построен как раз на обзоре и анализе рисков, как внутренних, так и внешних, используя различные методики. Ну непосредственно все те, кто хочет поучаствовать в повышении эффективности как раз самой компании и ее развития. Цели задачи курса, ну непосредственно это сформировать как раз навыки и получить опыт формирования как раз регламентирующих документов в области стратегического управления. Отсюда вытекает, ну отсюда из цели вытекает задача, это сформировать, научимся формировать политику по управлению активами. То есть у нас будут спущены цели сверху, каждый для себя из обучающихся может на своем примере своей компании впустить цели компании стратегические, на примере сформировать политику, мы это будем делать, также вставить цели по управлению активами, как в разрезе подразделений, функций, структуры компании, так и в разрезе, допустим, непосредственно целей KPI для сотрудников и для активов, мы имеем в виду производственные активы, будь то бульдозеры, экскаваторы и так далее. Научимся формировать стратегический план по управлению активами, или его называют план SAMP. Узнаем более подробно о нем, что он в себя включает, как он должен формироваться, что он должен учитывать при формировании, опять же таки учитывать и непосредственно требования, хотелки заинтересованных сторон топ-менеджмента, это также можно и свод, анализ сюда, возможности, угрозы и так далее, риски, сюда же учитывать, когда он пересматривается, как он пересматривается, зачем он пересматривается. И большая область, это непосредственно четвертый раздел, это управление рисками в области, как раз управление активами, то есть все, если грубо сказать, все, что касается железок, то есть наших активов, с помощью чего мы хотим увеличить стоимость компании, ее капитализацию, прибыльность компании, увеличить обороты, достичь стратегические цели, цели более верхнего уровня, все здесь. Далее, структура курса, из чего он состоит, то есть это общее положение, курс написан с использованием как раз лучших практик мировых компаний, зарубежных, российских компаний, лучших, в кавычках, плохих практик, как не должно это быть сделано, как не должна быть написана политика, как неправильно ставятся цели и так далее, весь этот процесс. Также цели, политика цели страт план по управлению активами, управлению рисками. И по итогам, чтобы в качестве закрепления будет использовано как раз применен метод тестирования, то есть каждый обучающийся пройдет тест, и самое главное, который поможет как раз закрепить теоретический материал, тот материал, который необходимо человеку, специалисту, директору, сотруднику компании, чтобы общаться на одном и том же языке. И непосредственно, чтобы в голове осталось все, будет проведено такое сквозной пример, практическое задание, я же говорю как раз, используя цели стратегические, написать непосредственно политику компании, цели поставить по управлению активами, в разрезе, говорю, подразделений, в разрезе самих активов и в разрезе персонала. Построим стратегический план по управлению активами, как он будет строиться, зачем строиться, кто должен подключаться как раз к этому плану, кто должен руководить, координировать работы по написанию этого плана, утверждать и так далее. И опять же таки, никуда без рисков. Рассмотрим как раз много моделей, обзорная экскурсия по многим моделям, как раз по управлению рисками и проведению их анализа. Здесь общее положение, это то, что я рассказывал, это как раз написано по семейству стандартов ISO 55000, а это управление активами стандарт называется. Также предложено, рассмотрим схему по управлению активами и взаимосвязи и так далее. Предложены будут рассмотреть основные принципы, термины, определения, то, что касается как раз управления активами, управления системой активов. Также будут рассмотрены рекомендации по применению как раз требований стандарта. Это как раз описано в стандарте в разделе от 4 по 10. Более подробно. Также будет представлена анатомия по управлению активами. Более подробно как раз на презентациях, семинарах можно будет узнать, что это такое, что анатомия по управлению активами, зачем она нужна, какие разделы она затрагивает и о чем она вообще говорит. И непосредственно в данном разделе будет предложено пройти именно тестирование, так как в принципе здесь как бы только одна теория, здесь писать, в принципе, как бы проводить практические примеры не на чем и незачем. Следующий раздел это как раз вот политика. Она состоит как раз вот из подразделов. Это как раз достижение целей по управлению активами. Это как раз формирование принципов по управлению производственными активами. Вот то, что я говорил, это влияние внутренних и внешних факторов, которые должны будут учитываться при ее формировании. Это должны быть определены заинтересованные стороны. Заинтересованные стороны это не топ-менеджмент, это не только верный топ-менеджмент. Здесь заинтересованных сторон может быть много. Это в принципе, если уборщица будет влиять на стратегические цели компании, она будет являться заинтересованной стороной. Но это так, забегая дальше. По итогам этого раздела должно пройти тестирование, как раз на закрепление материалов, и как раз практическое задание. То есть из стратегических целей, стратегии компании, мы будем формировать политику компании. Следующий раздел – это как раз цели по управлению активами. Здесь мы рассмотрим основные методы и способы формирования целей по управлению активами. Ну, два основных вы, наверное, уже знаете. Это как раз цели, которые формируются по SMART, цели, когда должны быть измеримы, достижимы и так далее. И рассмотрим также более плотно это BSC, это сбалансированная система как раз показателей. Вот научимся формировать цели как раз по SMART, рассмотрим сбалансирование системы показателей. Интеграцию целей, то есть BSC, она расписывается еще на по четыре раздела. Эти четыре раздела также должны быть взаимосвязаны, интегрированы между собой. И цели не должны противоречить друг другу. Как цели более верхнего уровня, которые, допустим, поставлены для подразделений или дирекций. И также цели, непосредственно личные цели, цели персонала. Вот в результате, итогом также проводится тестирование и практическое задание. Как раз уже по утвержденной как раз стратегии компании, стратегических целей будут, разработаем политику и на основании политики и страт плана будем как раз разрабатывать цели по управлению активами. Следующий раздел, тоже один из самых важных, это как раз стратегический план. План сам. То есть зачем, в принципе, осуществляет необходимо нам стратегическое планирование в разрезе управления активами. То есть является ли это дублированием целей более верхнего уровня. А также рассмотрим ключевые элементы в рамках системы управления активами. Рассмотрим также непосредственно горизонты планирования. На какой срок рассматривают этот план и как эти планы называются. Также будут рассмотрены типы стратегий в рамках как раз стратегического плана по управлению активами. Самое главное, рассмотрим также примеры содержания процессов разработки стратегических планов как раз хорошей и отрицательной практики. То есть как делать нужно и как не должно быть, на что обращать внимание. По результатам, по итогам также обучения, по этому разделу, тестирование и практическое задание. То есть на основании уже стратегических целей, целей по управлению активами, политики, мы будем как раз разрабатывать стратегический план по управлению активами. Система управления активами, производственными активами. Когда он пересматриваться должен, зачем, какие факторы на него влияют. Все будет в этом разделе. Следующий раздел – это как раз у нас управление рисками. Здесь мы затронем такие темы, как это концепции по управлению рисками. Здесь же преимущества и требования к управлению рисками. Процесс по управлению рисками. Как раз вот здесь более всего он будет затронут, вернее, больше всего пересекается как раз с процессом управления надежностью производственных активов. Также здесь будут определены методы анализа рисков в области управления активами. Будет рассмотрено вкратце. То есть проведен обзор около 30 методов как раз анализа рисков. И по итогам также тестирование и практическое задание по данному разделу. Вот итогами обучения будут являться, то есть человек, который пройдет обучение, он получит опыт компетенции как раз в формировании политики, целей, страт-плана по управлению активами с учетом различных факторов. То есть это будет и разработка, в том числе здесь опыт разработки как раз матрицы рисков, применение стратегии по снижению рисков и расчета уже самих рисков. Также является, повторюсь же, основой как раз для того же инженера по надежности, директора по управлению активами. И очень это хороший задел для проведения, как раз для понимания, проведения RCM анализа. Ну как, например, используя платформу 1С RCM. Здесь есть возможность на практике как раз отработать создание политики страт-плана по управлению киевым целей, матрицы, применение как раз использования. По найденным и оцененным рискам, используя корректирующих, предупреждающих действий или использования коррекции. Ну в принципе, также хороший задел, чтобы потом в дальнейшем было меньше времени как раз для написания, участвования в написании реализации вашего проекта, вашей компании, как раз по формированию и переходу от управления, от ППР к управлению как раз активами. Ну естественно, итогом это как раз сертификат, который покажет, что именно персонал человек прошел и подтверждает свое соответствие. Коллеги, если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Привет! Я мультяшный робот Простоевнет. Расскажу вам о нашем курсе «Стратегическое управление активами». Курс подойдет директору по управлению активами, главному механику, главному энергетику, главному инженеру, главному архитектору, техническому директору, руководителям и инженерам по планированию, надежности и диагностике, а также всем, кто участвует в повышении эффективности компании. Программа курса состоит из 7 учебных модулей и рассчитана на 40 часов обучения. На курсе вы сформируете навыки и обретете опыт в области стратегического управления активами. Курс проходит онлайн на нашей платформе СДОА «Простоевнет». Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР, «От простоевнет», которые реализованы в России и СНГ. По итогам курса вы обретете развитые компетенции. Сможете формировать политику, цели и стратегический план по управлению активами с учетом различных факторов. У вас будет возможность на практике отработать создание политики и стратегического плана по управлению активами применительно к требованиям вашей организации. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика и тестирование, а по итогам обучения на курсе, вы сможете получить сертификат. Чтобы задать интересующие вас вопросы и оставить заявку на курс, переходите по ссылке под этим видео. До встречи на курсе!